Всем привет. Слышно меня из микрофона? Плохо. Включаете громкость. Вот, стало нормально. В общем, там подкрутят, если нужно. Мне сказали сильно не убегать от тумбы. Давайте с вами начнем. Так, тему доклада вы видите. Наверное, в программах она немножко по-другому написана, но у всех разный уровень английского. У меня пониже, я так перевел. Но в целом речь будет идти в ходе доклада именно о том, что из кавки мы будем что-то наливать, а с парком будем разгребать. Итак, давайте так, познакомимся немножечко, кто был до этого на моих докладах. Поднимите руки, пожалуйста. Некоторое количество. Отлично. Значит, с остальными мы не знакомы. Меня зовут Зиновь Алексей, уже представили. В этом году я празднуют 10-летний юбилей в IT и некоторое время, некоторые уже относительно продолжительные. Я занимаюсь различным стеком технологий, связанным так или иначе с хайпом вокруг Big Data. В частности, это Hadoop и Spark с какого-то периода. В 2015 году я приснился IPAM в качестве тренера по Java Big Data технологиям различным. Помогаю, скажем так, некоторым медлам прокачиваться до синеров. Ну, есть хорошие истории, приятные. Но поехали дальше с вами. Здесь видите контакты. Все материалы я выложу сегодня в твиттере, вот в эти группы. Материалов будет, наверное, после этого выступления достаточно большое количество. Поэтому все, что не войдет, вы сможете либо прочесть на гитбуке, либо посмотреть репозитории, либо, соответственно, там, почитать дальше статей, которые я тисну. Итак, немножечко про Spark. Что это такое? Если вы сильно со Spark не работали или с Hadoop не работали, я уже посмотрел просто отзывы из предыдущей конференции Новосиба. Все сказали, ну, вроде доклад хороший, но что-то я нифига не понял, о чем была речь. Это нормально. Просто нужно отмотать машину времени назад и сходить посмотреть какое-нибудь замечательное интро в Spark, которое Женя Борисов, например, делал в прошлом году. Возможно, многие из вас там были. И поэтому на это это достаточно неплохо ложится. У нас есть несколько кусочков Spark, как вы видите. И я буду сегодня сосредоточен на одном из этих кусков, который называется Spark Streaming. И он, по сути, переживает у нас сейчас революционные изменения. И об этих революционных изменениях я и буду, собственно, говорить. Сразу оговорюсь, что большинство примеров они валидны для Spark версии 2.1, Kafka 0.10, но какие-то вещи будут уже относиться к эпохе ночных билдов Spark 2.2. Поэтому не обессудьте, если у вас что-то не поедет на стандартном Spark. Краткое пресаммере, о чем будет доклад. Вот вы сейчас это увидели. Если вы все отсюда знаете, есть время еще сходить на другой доклад. Если нет, оставайтесь навсегда. Итак, немножечко про реалтайм. По сути, прежде чем погрузиться во все это, я предлагаю разобраться с тем, что такое реалтайм в больших данных. То есть, есть просто какой-то реалтайм в больших данных. По сути, реалтаймом мы можем назвать такой тип приложения, в котором мы действительно можем адекватно и быстро отвечать на какие-то вопросы за разумный промежуток времени. А вот это вот разумно, и мы можем, в общем-то, подкручивать вправо или влево, в зависимости от того, что мы считаем разумным. Итак, в 2014 году, почему я сейчас сюда обращаюсь, это примерно был такой год, в котором я вошел в Big Data. И типичная система обработки данных, она выглядела следующим образом. У вас был какой-то жирный сторож. К тому моменту, к 2014 году, уже все напихали себе на основе NoSQL, построили каких-то решений, либо это были какие-то решения, построенные вокруг HDFS. В чистом виде такие решения тоже встречались. Была какая-то система обработки, которая над всем этим летала, и там тут кусочек данных урвет тут, а тут все просканит и соберет некоторый результат, например, в какой-нибудь отчет. И в целом все это затевалось именно для того, чтобы строить, в общем-то, отчеты, аналитику в том или ином виде. И никакой реал-тайм аналитика тут не было, это была очень лонг-тайм аналитика. То есть порой, несмотря на хорошо прекрасно написанные джобы и затюненные ходупы, у вас, в принципе, приходилось потратить, не знаю, 5, 50, 500 часов иногда, чтобы дождаться какой-то джобы. И в тот же момент произошло такое разлепление. Знаете, были попытки запихать все в одну базу данных. Здесь будет и хранение, здесь будет и вычисление, здесь будет и даже отображение, почему бы нет, визуализационная какая-нибудь компонента. Потом постепенно все пошло по декомпозиции. То есть мы умеем хорошо хранить, сказали одни, мы умеем хорошо обрабатывать, если мы, конечно, сможем сходить в ваше хранилище. А третьи умеют хорошо визуализировать. За прошедшие три года много чего изменилось, но не изменили желания наших кастомеров. Кастомеры хотят получать отчеты, ну, опять же, за разумное время. И вот это время, оно все время сжимается. Тоже часто разбираем с ребятами такие кейсы, присылают различные технические задания. В этих технических заданиях намного чаще, чем раньше стало встречаться. Мы хотим иметь какой-то поток ивентов, этот поток ивентов каким-то образом отфильтровать, сагрегировать, не дай бог еще отсортировать. И это сделать действительно за какой-то короткий промежуток времени. И при этом к этому же хранилищу, из которого мы черпаем эти ивенты, или к какому-нибудь дублирующемуся комитлогу хочется подсоединиться. И, например, в некотором, ну, слабостоленом режиме тоже получать некоторые агрегаты. Кроме того, накопилось очень много легаси SQL. И сохраняется желание работать, продолжать с данными как бы в SQL стиле. И Hive тут зачастую не подмога. Те, кто пользовались Hive, знают, штука, в общем-то, классная. Но результатов выполнения Hive ждать порой нужно столько же. Он тоже любит просканить все или какую-то достаточно большую партицию. И в итоге мы запускаем тоже большое количество джоб. В 2017 году, как я уже сказал, много чего поменялось. Везде стало логов, стало, наверное, еще больше. Все стали логировать все. И в этом плане ТТЗшки, которые, как я сказал, нам уже присылают, вот там достаточно проблемно построить систему вот сразу вот по тому, что пришло. Нельзя просто взять Hadoop и сразу все запилить. Ну, можно взять не Hadoop, можно взять что-нибудь еще. Кроме того, нас требуется подрубать в онлайн-режиме, по сути машинное обучение. Что такое онлайн-режим? Не онлайн-режим, это просто. Вы наняли двух Young Data Scientist, они пришли вам, запилили какую-то модель за 4 года, потом вы эту модель куда-то синтегрировали, ну и как-то периодически раз в полгода ее обновляете. Вот это не онлайн обучение машинное. Соответственно, если вы хотите на основе входящего потока ивентов, которые приходят, например, каждые 10 минут, какая-то достаточно серьезная пачка, менять какие-то веса и учитывать их, при этом гасить, скажем так, данные из тайм-серии, которые пришли всего лишь час-два назад, у вас получается, что вам нужно еще переобучать на достаточно большом потоке данных вашей модели. Но сегодня не про машинное обучение, я хотел сказать просто про проблематику. Хочется реагировать на тренды, а тренды идут очень быстро. Одной из первых, так сказать, ортодоксальных реакций на тренды, это была попытка, а давайте загоним все данные в некоторый Data Lake. Уже на конференции тоже звучали такие варианты, обсуждались лямбда архитектуры и так далее. И, соответственно, Data Lake в хороших таких рекламных проспектах выглядит следующим образом. Вы, в принципе, все свои источники данных подключаете к некоторому большому сториджу, не обязательно это настоящий сторидж, только логический может быть, туда заливаете очень-очень много данных, а потом туда к нему как комарики подсасываются, там микро-макро-миддл-сервисы и начинают эти данные черпать. И в целом за счет некоторого переиспользования какой-то логики, за счет некоторого большого кэша, в котором лежат уже промежуточные агрегаты, какие-то задачи можно решать. То есть вы можете делать адхок запросы, ну, действительно, за секунды. Но при этом реагировать на тренды очень сложно, потому что это не запросы к сырым данным, а, например, к каким-то промежуточным. Но, тем не менее, в продакшене все это нагревается достаточно часто медным тазом за счет просто неимоверного количества джоб, которые запускаются, инициализируются, стартуют. Это наши старые добрые джобы, которые либо на отдельных GVM запускаются, либо в одной GVM идут. И в целом это достаточно все плоховато работает, озеро начинает тухнуть и переставать работать. Я буду периодически высвечивать такие вот диаграммки, которые будут как бы отражать эволюцию нашего понимания системы. Вот сейчас мы остановились с вами в первом тоннеле, и в этом тоннеле у нас в качестве источника лежит некоторая HDFS, у нас есть замученный хайв, который периодически что-то в HDFS сбрасывает и поднимает. Есть, конечно же, репорты в CSV, которые все это достаточно интересно читать. Следующий отличный план заключается в том, что ребята говорят, ну есть же Spark, черт побери, он все поднимет в память, и у нас будет все здорово. За счет чего это все работает? Что там за подъем в память? Ну, все достаточно просто. Мы отказываемся от промежуточных чтений записей в HDFS, и вроде как, поднимая в память нужный нам объем данных, начинаем к этому объему памяти ходить. То есть заменили везде слоник с HDFS, вроде вот на картиночку с нашим рамом. И на архитектурных диаграммах все поехало, поехало продаваться к клиенту. Однако, мы упираемся все в те же ограничения. Это, во-первых, не real-time, во-вторых, ограничения – это объем памяти, и в-третьих, в принципе, при достаточно большом количестве данных, мы все равно с вами переходим в такой смешанный режим, подключая что-то вроде свапа, куда скидываем. Spark позволяет вытеснить нам часть, например, сериализованных данных на диск, и на сериализацию, десериализацию тоже нужно еще потратиться. Однако, если у вас очень маленький датасет, он влез в память, вам не нужно ходить в HDFS, вы получите то самое стократное увеличение. Но если вы ждали 500 часов, то стократное увеличение вам, в принципе, не поможет, при условии, что вы сканете все данные снова. Но мы уже молодцы. Смотрите, у нас не погибающий здесь в центре слоник, у нас Spark, и он вроде как не загинается. Поедем дальше. Spark, в принципе, хорошая тема. Вот стандартный Spark Core с его эволюцией API. Хорошая тема для того, чтобы анализировать, например, логи за прошлый год. Ну, все, наверное, очень часто анализируют логи чего-нибудь, там, не знаю, продаж, обвалов серверов за прошлый год. Есть датафреймы, они позволяют смотреть на все это вот квадратно-гниздовым способом. Очень хороший API появился в 2016 году. Все достаточно просто работает. Однако, когда мы пытаемся сами, своими руками, симулировать реал-тайм, то получается, конечно же, лажа. Первая идея – это попытка сократить окно, например, по первой колоночке таймстамп, и начать нарезать вот эти вот окошки размером, ну, хотя бы в час. Проще всего это, конечно, сразу партицировать на диске, но если вот так не получилось, в принципе, мы можем это до какого-то периода хранить в памяти. Число событий постепенно растет, и у нас все равно наш запал заканчивается. Где еще обычно предлагают люди после того, как уже воткнули Spark, хранить ивенты? У нас же есть замечательная штука, как Cassandra. Все любят интегрировать Cassandra со Spark. Это очень светлая идея. Она прекрасная, когда у вас серьезные какие-то кейсы, есть какое-то подобие DMN-ной модели, и вам вообще есть что-то положить. Однако это недоразумение часто возникает, что люди не знают, например, ничего о таких форматах данных, как тот же ORC или Parquet. Но сейчас про Parquet уже, наверное, многие знают. Про такой формат данных не вот этот Parquet, да, а другой, который почти сам себе база данных. Но проблема-то в чем? Ты этот формат данных порой не можешь продать ни своей команде, ни продать еще кому-то. Делать самому какие-то перформанс-тесты – это не просто бенчмарк какой-то снаружи навесить. Нужны серьезные доказательства на разных workload, кейсах. Придется самому либо писать какой-то workload, framework. В общем, кому это надо, возьмем Cassandra. Cassandra, в общем-то, классная. То есть у нас есть какие-то таблицы в памяти, за счет чего она, в общем-то, классная. Они периодически флашатся на диск, там что-то мержится. Все, в общем-то, неплохо. Даже читать можно. И Spark позволяет, в общем-то, делать некоторые вещи. Вы объявляете какой-нибудь кейспейс. Похоже на SQL все достаточно. И вы можете даже подконнектиться и Spark. И вот здесь вы видите, что я вызываю такую вот замечательную операцию фильтр. Если бы это был какой-то классический Spark, то предикат фильтр бы применился к некому датафрейму, который по законам Spark лежит, собственно, в его памяти. Однако здесь не совсем ясно, во что превращается, собственно, этот фильтр. Превращается ли он уже в фильтр Cassandra? А лежит ли в Cassandra полноценный вторичный индекс по этой колонке? А это вообще, ну, как бы, мы вспоминаем, ой, в Cassandra же все хорошо хранится. Наверное, все нормально отработает. Но в целом часто получается проблема со Spark Cassandra коннектором, что как только у тебя проседает производительность по сравнению с поднятым в память датасетом, ты идешь и смотришь, как это было имплементировано в коннекторе. Ой, обнаруживаешь, что в коннекторе поддерживается только какая-то старая версия Cassandra. Но это все до ничего, мы же любим, в общем-то, разные зоопарки. В целом мы переехали уже еще более крутую схему. У нас Cassandra спереди, Cassandra сзади, и мы уже ходим сюда для того, чтобы доставать отчеты. Мы, в принципе, развились и можем подрубать разные источники. И, в принципе, уже скорости начинают приближаться к реалтайму, и здесь можно было бы остановиться, завершить доклад и разойтись. Но, как бы не так, во-первых, первая проблема. Когда вы скрестили вот это животное вот с другим животным, у вас появилось два кластера. Хорошо, хорошая схема, это когда люди ставят ноду Cassandra, внутрь нее закладывают, например, условную ноду Spark, экзекьюторы начинают конкурировать с Cassandra из-за вот этого вот ошметок памяти. Ну, окей, какая-то рабочая схема. Кто-то разносит, у вас получается два кластера, которые бегут на GVM, квадратичный набор различных проблем, то этот, кластер немножко проседает, то этот. Например, в каких ситуациях? Когда вы решили внезапно проапгрейдить схему? Когда у вас реально упала нода? Когда у вас возрастает количество ивентов, ноды в Cassandra падают, это нормально. Но ноды в Cassandra не слишком быстро восстанавливаются после большого падения, им нужно время на ребалансировку, где-то нужно время на фоновую репликацию. Видели, сколько там на картинках предыдущих было процессов, на обновление блум-фильтров и на прочую бодягу. А самый классный кейсик, я зашел и у парней увидел таблицу, которая называлась Cassandra Q. Вот это просто такое, можно золотыми буквами оттеснить. Если у вас есть в базе данных таблица, которая называется Q, то, может быть, это самое Q, надо поискать где-нибудь на просторах Google. Это хороший вариант. Давайте забудем сейчас, как страшный сон, очень сложные и классные NoSQL-системы. Давайте вернемся к истокам, к отправке простых сообщений. Особенно, если у нас действительно это простые сообщения. Мы, я думаю, мы с вами, объединяясь, так сказать, на этой позиции, так или иначе все работали с отправкой сообщений, либо по пробитию туннеля какого-то справа налево, слева направо, либо по модели Publisher Subscriber. Соответственно, уже там у нас были такие сущности, как топики, на которые мы могли подписываться, отписываться в зависимости там от чего-нибудь. Многие из нас работали, наверное, с такой замечательной системой. Нужно узнать прямо сейчас API сходу, GMS. Наверное, было дело так или иначе. И если, в принципе, Spark можно прикрутить к GMS, можно использовать его как мессенджевую систему. Проблема в том, что тут же все это станет bottleneck. У нас нет никакой особой распределенности, возможности масштабироваться и, в общем-то, не сильно защита от подучасти, такой хорошей, серьезной подучасти. Соответственно, есть очень простая замена. Я не буду тут тоже греха таить. Все достаточно просто. Нет такого, что приходят люди и такие, о, мы сейчас будем выбирать из сотен тысяч мессенджевых систем в Big Data. Какую же нам выбрать? Здесь, по сути, де-факто стандартом становится Kafka. И вам волей-неволей придется с ней разбираться, если вы на подобных проектах работаете. Более того, если у вас хоть какой-то real-time случается. При этом ее можно использовать много для чего. Во-первых, для отправки сообщений. И если вам не нужна распределенность, вы можете просто эту распределенность выключить. Она распределенная. Вы на это можете влиять. Она поддерживает нашу любимую модель Publish Subscribe. Она умеет сохранять сообщения на диске. Но нам-то не нужно сохранять там все сообщения за два года. Нам часто нужно, чтобы эти сообщения полежали, ну там, денек, другой, чтобы они были потом куда-то вычитаны. Вот тот кейс, в котором в Кассандре его пришлось бы решать там через какие-то временные метки. Все это потом должно было бы еще компактиться, помечаться, удаляться. В общем, не самая лучшая идея. И репликация тоже, в принципе, есть в коробочке вместе с укипером. Основные две штуки, ради которых вот люди приходят к Кассандре, в отличие от других, например, систем, это действительно возможность масштабироваться практически линейно по записи, просто добавляя, условно говоря, там, некоторым операторам alter, новую кавковскую ноду. Эту кавковскую ноду не нужно каких-то ухощрений, там ничего страшного не происходит. Создается некоторый набор там папочек, файликов, в которых заранее уже есть место, чтобы вставлять какие-то записи. В общем, достаточно удобная штуковина. И постепенно, буквально через небольшой промежуток времени, туда начинают переливаться данные. Ничего критичного не происходит. Кроме того, вы действительно ничего не теряете при репликации и не ожидаете особо ничего, никакого времени, когда вам нужна репликация. В Кавко-кластере есть несколько составных достаточно важных частей. Там есть брокеры, они торгуют данными по дешевке. У нас есть топики, на которые мы подписываемся. И вот эти топики, они являются всего лишь логическими сущностями, потому что настоящими полноценными физическими сущностями, как и многое в Бигдате, являются партиции. Именно эти партиции имеют внутри уникальную последовательность номеров, называемых офсетами. Именно в партициях сообщения упорядочены. А топик — это, по сути, попытка объединить несколько вот этих вот партиций по одному имени. Соответственно, если вы будете работать с Кавкой, то вот все эти замечательные слова, которые тут существуют, они для вас должны стать достаточно понятными. Далее. В примерах, которые я буду показывать, я буду показывать примеры. Это будут видосики, которые я записал заранее, потому что, ну, сами понимаете, Кавка, Spark на одной машинке поднимаются достаточно долго. Поэтому сначала диаграммы, потом примеры. Итак, у нас есть с вами несколько потоков, которыми мы пишем, собственно, в наш топик. Месседжес, как я его назвал. Есть боку ZooKeeper. И будет, например, две каких-то партиции, для того, чтобы у нас было хоть какое-то распределение. Будет один брокер. Хотя, в принципе, мы можем даже здесь уйти от боттлнека, поднять второй, третий, четвертый и так далее брокер. Но, честно, моя локальная машинка уже не потянула несколько брокеров в демо, поэтому я их прибил. Соответственно, интересная особенность, которая позволяет размазать нам, по сути, лидерство по кластеру, заключается в следующем. Вот берем мы какую-то партицию. Например, у нас там есть несколько брокеров. Вот, например, как в этой ситуации два. Вот у первой партиции мы берем основные данные, оригинал, так сказать, офишал, мы кладем в первый брокер и говорим, что для этой партиции этот брокер, он главный, а остальные брокеры будут иметь только копии. Но для другой партиции мы так делать не будем. Мы не пойдем к первому брокеру. Мы пойдем, например, ко второму брокеру, к десятому, к энному брокеру какому-то. И в итоге так получается, что, в принципе, когда у нас очень-очень много партиций и чуть-чуть поменьше брокеров, вот количество лидерских кусочков, оно в целом равномерно по кластеру лежит. И когда у нас что-то падает, например, какой-то один брокер, нет такого, что, о боже, что случилось, у нас мастер упал. Вот нет никакой, по сути, вот привязки к мастерам, которые здесь происходят. Ну и Zkeeper, конечно же, нужен, чтобы управлять конфигурацией. Я думаю, кто работал с Hadoop кластерами, тоже его для этого использовал. Я видел кейсы, когда я его использую для хранения данных, но он, конечно, для этого не совсем задизайнерен. Итак, пришло время первого демо. Сначала демо будут совсем легенькие, но постепенно кретинизм будет возрастать. Итак, что здесь происходит у нас на слайдах? Должно быть все видно, точнее в демо. Я, по сути, в первых примерах буду использовать Java. Мы подрубаемся к некоторому Kafka кластеру с вами. Вот здесь вы видите, у меня он на local host висит. Я конфигурирую буквально пару простых параметров, типа batch size, buffer memory. И самая главная вещь, я достаю из какого-то кавковского пакета классы сериализаторы. Для того, чтобы договориться, что я, собственно, в кавку буду складывать. Потом нам точно так же при получении данных нужно будет десериализовывать данные. Однако не пугайтесь, много лишних объектов создаваться не будет. Такая очень условная сериализация. Соответственно, при помощи оператора send мы генерируем некоторую одну запись, ну, некий месседж, который мы посылаем в кавку и отправляем ее туда. Вот здесь у меня сто раз будет что-то отправляться в кавку. На этот топик мы подпишем пока одного консюмера. Соответственно, у него тоже будут свои какие-то настроечки. И очень важная настройка, вот кроме тех, которые вы уже видите и узнаете, это группа ID. По сути, эта схема позволяет нам объединять несколько консюмеров в одну группу, которая согласована внутри себя, потребляет месседжи из какого-то топика. То есть, например, мы, например, с другом собрались и договорились, что мы будем, ну, напополам брать месседжи из какого-то топика. Мне половина, ему половина. Человек из другой консюмер группы, он как бы отдельно будет получать все свои копии. Это уже позволяет на этом уровне нам немножечко управлять семантикой доставки сообщений. Соответственно, мы подписались на топик. Можно подписать, естественно, не на один топик, но у меня пока один топик, поэтому подписываться не на что. И, соответственно, я начинаю опрашивать, пришло ли что-нибудь. Что-нибудь пришло. Сейчас пример будет запущен, и вы увидите, что там пришло. Соответственно, в данном примере все достаточно просто. То есть, мы просто получаем offset, вот тот уникальный ID-шник, k-value, и дальше с этим работаем. Можно, на самом деле, делать более интересные вещи, если потом сходите в тот репозиторий, который я выложил. Там более такие интересные примерчики, связанные с доставкой метаданных, получению больше интересной информации о том, что происходит вообще непосредственно в топике. Итак, мы запустили консюмер. Он ожидает, пока ничего в топик не положено. И продюсер запустил. О, в консюмере что-то появилось. Обращайте внимание на то, что здесь все немножечко не по порядку вывалилось. Это все-таки битва, соответственно, за вывод. Но если посмотреть внутрь топика, если вы можете прочитать внутрь файла, то будет все хорошо. Ну, тут я для уверенности запускаю это все второй раз. Однако, поехали дальше. Итак, немножечко реалтайма. То есть мы уже научились в определенном реалтайм-режиме наши данные сохранять куда-то. Теперь из этой кавки, собственно, эти данные нужно извлекать. Старейший подход, которым запатентованному 200 лет в обед, это подход с D-стримами непосредственно в Spark. И многие так или иначе проходили и дальше, в принципе, word count примером. Для тех, у кого совершенно плохо было с word count примером, я его покажу. Предположим, нам поступают какие-то строки на вход. Они поступают в реалтайме, например, с какого-то сокета. Мы можем брать вот тот набор строк, который пришел за один такт. Ну, не знаю, одну секунду, три секунды, десять. И к нему применять тот набор операций, который мы определили. И после этого выводить куда-нибудь. Опять на ту же консоль, записывать файл и так далее. Вот здесь вот наша архитектурная диаграммка изменилась немножечко. Точнее, инструментальная диаграммка. Как это все выглядит? Мы с вами, этот код будет валиден для Spark 1 со звездочкой. В 2 со звездочкой, по-моему, D-стримы уже не так конфигурируются. Но я давно этого не делал с D-стримами. Соответственно, мы настраиваем некоторый контекст. Задаем, как часто идут у нас эти тики. И должны сказать, что сейчас все стартует. А после этого, например, в какой-то точке нашего исполняемого кода, а в какой-то точке мы будем ожидать завершения. Можно ожидать сколько-то времени, можно ожидать до конца света, как в данном примере. Мы подписываемся на некоторый сокет, определяем набор операций. Так как это WorldCount, мы с вами группируем, распиливаем все на слова, потом группируем, добавляем единички и, собственно, агрегируем при помощи операции ReduceByKey. Все выглядит, в общем-то, мило, чинно, благородно. Но это, по сути, код, основанный на RDD во многом. Однако у нас есть кавка, и хотелось бы к этой кавке немножечко подрубиться. Не получится тем же самым способом, которым мы ходили просто на сокет. Давайте мы с вами посмотрим второе демо. Соответственно, так, что-то у меня первое, что ли, поехало. А, нет, все. Вот, второе. Простите. Ну, здесь дальше пойдет код на скале, но, сразу говорю, это скала опытного джависта, поэтому все должно быть понятно. Тут не должно быть ничего непонятного. Никакой магии скала я использовать не собираюсь, но это проект необходимости использовать скалу. Соответственно, каждые три секунды мы будем из нашего Topic Messages, запуская, в принципе, уже узнаваемую конструкцию из WordCount, мы будем выгребать то, что непосредственно в кавку падает, и, например, выводить количество элементов, которые к нам пришло. Я покажу, что мы можем обратиться, по сути, внутри оператора 4HRDD, каждой RDD, которая приходит, а там формируется все-таки, это же микробатчинг, формируется отдельный RDD, и вы эти RDD хотите, еще можете там отдельно ее записи как-то обходить в цикле. Можно делать много-много разных интересных вещей в этом операторе 4HRDD. Например, можно в качестве упражнения попробовать сохранять это все через GDBC, коннектор куда-нибудь в базу данных. Далее, соответственно, потреблять мы будем все это при помощи так называемых Direct Streams. Здесь много-много разных параметров, пока предлагаю не придавать им значения, это некие параметры по умолчанию, некоторые стратегии, отвечающие за доставку сообщений. И здесь вы видите, что очень похожим способом я создаю объект конфигурации, и, собственно, этот объект конфигурации и использую. Ну, сейчас пройдет еще некоторое время, пока скала скомпилируется, это нам не Java, нам надо подождать. Вот все поехало, и Spark нам начал печатать много-много страшной отладочной информации. Однако мы видим, что пока количество приходящих элементов, ну, в каждой RDD-шке оно пока равно нулю. Соответственно, дело в том чем? Мы пока не запустили наш продюсер. Из топика уже потреблено все, что из него могло быть потреблено. Оно не сохранилось там где-то, чтобы мы там ходили и 20 раз это все читали. Соответственно, давайте мы с вами заставим продюсер отработать. Так, где там у нас это в демо? Так и хочется перехватить немножечко у самого себя управление вот этим всем. Уже начинает казаться, что немножко медленно. Но ничего страшного. Соответственно, в продюсере мы запускаем те самые наши 100 сообщений, которые у нас были. И сейчас вот если приглядеться где-то среди вот этого отладочного шлака, мы сможем с вами увидеть, что у нас будет 100 элементов. Вот они, эти 100 элементов, которые к нам прилетели. Если хотите, можете все выводить на консоль, но, соответственно, это все не так интересно. Кроме этого, важным моментом является уже со Spark, то, что вы можете, используя тот же самый WebUI, который поставляется со Spark, просто не все как-то про него знают, как я замечал. Вы можете отследить, например, как выполняются ваши джобы, которые генерируются, сколько записей было прочитано. И вообще, в целом, для D-стримов WebUI, наверное, самый развитый был. Пока что для Structured Streaming WebUI, наверное, не достиг такого уровня на самом деле. Здесь сейчас очень интересная ситуация на экране происходит. Я немножечко оторвался. Мы с вами, по сути, подписали и консюмера, и наш кавкопотребитель написан на Spark на один и тот же топик. И у нас пока один и тот же группа ID. У того и другого у нас часть потребляет консюмер, а часть потребляет непосредственно Spark. В данной ситуации у нас Spark запустился, если не ошибаюсь, вторым. Они как-то с собой договорились, что он получит меньшую часть. Естественно, этой договоренности можно управлять, но в рамках этого примера я этим не управляю. Соответственно, кроме этого, вот есть вот такой замечательный WebUI. Пока суть до дела, пока там запускались эти джобы, их произошло достаточно большое количество. Мы можем с вами увидеть, что были такие моменты, когда записи таки обрабатывались. В конце их обрабатывалось чуть поменьше, потому что происходила подписка на один топик двумя консюмерами. И также можно увидеть такую интересную статистику, когда запускались джобы, сколько записей они обработали, сколько реально они происходили. И можно посмотреть даже те метаданные, которыми планировщик обменивался непосредственно с Spark. Детали здесь сейчас будут не слишком драматические, чтобы их смотреть. И страничка даже Executors, которая там есть, тоже не особо поможет. Все-таки пока все запускается локально, пока локально висит драйвер, застать тот момент, когда там действительно будет потребляться много-много гигабайт, действительно сложно. Так, давайте с вами пойдем дальше. Соответственно, хочется закончить на самом деле с дэстримами, потому что они поддерживают только RDD API. Несмотря на то, что можно действительно написать полноценный стриминг, вот этот вот код будет такой функциональный. В этом коде нужно будет корректно обрабатывать отдельные записи в этих RDD, отдельно разбираться с каждой RDD. И по сути мы все время думаем в таком стриминг-стиле, что вот нам за микробатч что-то пришло, и с этим надо делать. А намного хуже все становится. Вот у меня здесь был хороший пример, у меня была функция count, я получил какие-то элементы. Как только мы хотим какие-нибудь скользящие средние начать вычислять. Вот на дэстримах это превращается тоже в некоторый геморрой, если особенно скользящая статистика, она чуть сложнее, чем даже просто средняя. Мы начинаем изобретать какие-то окна. Эти окна нужно двигать вдоль записи, которые к нам приходят. Это тоже достаточно сложная история. Нам нужно внимательно следить за записями, которые мы уже не должны учитывать в текущем окне, а таковые обычно есть. Или за теми записями, которые в это окно вновь попадают. То есть у нас есть какое-то ядро, которым мы что-то приплюсовываем и что-то отдельно заминусовываем. Spark 2.2, ну и весь вообще Spark 2.0, он по сути предложил попытку перевернуть вот эту вот доску на другую сторону, забыть вообще, что мы сидим в стриминге, хотя стриминг мы с вами запускаем. Предложена была идея так называемых continuous applications, когда мы не просто вот стартовали, имеем какой-то источник, какой-то сток, и внутри вот у нас вот эти вот джобы запускаются, и мы каждый из этих джоб управляем. По сути была предложена идея, что мы организуем некоторую таблицу в памяти, которая при помощи невидимых нам инкрементальных джоб, на которые мы не влияем, будет обновляться по некоторому закону. Та логика, которую мы опишем, она будет по сути применяться ко всем новым данным, которые приходят. И в некотором режиме объединения эти данные будут объединяться с предыдущими. Хотите, мы будем полностью заменять старые данные. Хотите, мы будем их, например, добавлять, если это какой-то сумматор. Хотите, это даже будет какое-то среднее, если, соответственно, нам нужна такая операция. Для онлайн-машинного обучения, джойнинга со статическими данными и прочих вещей, это вещь незаменимая. Есть некоторый набор кейсов, для которых кажется, что это будет достаточно перспективным. Но по сути самый перспективный кейс – это короткий быстрый ETL. То есть когда мы очень быстро за доли секунды достаем что-то, трансформируем и загружаем. Но загружаем не просто куда-то, а в некоторый набор агрегатов. Или, например, в новый сток. Соответственно, основная концепция, как я уже сказал, это по сути забыть о стриминге как таковом. Не уйти глубже, не стать гуру стриминга, а остаться простыми добрыми дата-аналистами, которые непосредственно все это смотрят со своих квадратных вершин. Батч-обработка спарки выглядит следующим образом с точки зрения 2.2. Она немножечко поменялась. Кто не смотрел, тоже с датасетами новый API пока еще не игрался. Особенно жалко ребят, у которых на продакшене еще один-три спарки есть. А им пока это все, счастье, недоступно. Предположим, у вас есть какие-то логи в S3, и у вас периодически туда что-то заваливается. Однако вот в тот момент, когда вы решили выполнить вашу батч-жобу, вы пришли, зафиксировали склепок, выполнили и положили это куда-нибудь тоже в S3. Для того, чтобы получить вновь пришедшим данным, надо как-то ухищряться, запускать. Спарк 2.2 говорит, что ухищряться не надо. Давайте мы просто скажем, что цель у нас другая. Мы хотим, по сути, поддерживать вот этот вот коннектор, к тому же S3, просто в качестве чего-то вечно обновляющегося. И, соответственно, записывать это тоже в качестве чего-то вечно обновляющегося. Ну, в данной ситуации, например, файловую систему. WordCount изменится незначительно. То есть все те же самые настройки со старого доброго сокета, чуть более упрощенный набор операций, который нам нужен. И та же самая старая добрая группировка. Ну, конечно, надо не забывать стартовать стриминг. По сути, как я уже сказал, мы получаем вот эту вот самую табличку. И к этой табличке, которая там потенциально бесконечная, можно применять очень много-много интересных записей. Если рассмотреть, например, такой стандартный режим записи, как Complete Mode, это один из двух популярных поддерживаемых записей, мы, по сути, вот на какой-то момент имеем у нас сколько-то котиков и собачек. Вот их встретилось у нас в том стриме, который на нас прет. Вот если потом еще встретился один котик, одна собачка, то нам бы хотелось иметь не набор последовательных записей, а уже новый агрегат, в котором в точке, где стоит у нас непосредственно котик или собачки, стоит новое обновленное число. Ясно, что где-то нужно сохранять, а, предыдущее состояние, б, корректно, учитывая операцию, все это прибавлять. Но не делать это руками, не делать это руками, а возложить эту обязанность на Spark. У нас чуть-чуть поменялась диаграммка, вы видите, у меня нет какой-то картинки для струкчера и стриминга, я не знаю, есть ли там какой-нибудь лого, вот поэтому будет такой вот Spark Unlimited, потому что он предлагает переходить вот к таким вот табличкам. Дайте мне минуточку, нет, конечно, меньше, чем минуточку. Я переключусь на демку. А, вот. Чуть-чуть ситуация усложнится, потому что, ну, совершенно скучно запускать тот продюсер, который был, поэтому предположим, что у нас какой-нибудь будет многопоточный продюсер. Мы тут снова вернулись в Java, и у нас он там в некоторое количество потоков будет задалбывать следующего характера данными. У нас будет некоторый каунтер, который будет постепенно увеличиваться, это будет наша value. И у нас будет некоторый ключ, случайное число в диапазоне от 0 до 9, ну, чтобы просто ключи были равномерно размазаны, не было никакой перекошенности, и со всем этим было удобно оперировать. Соответственно, мы по некоторому расписанию будем туда посылать наши лямбдочки, ну, а в лямбдочке все, что мы потребуем, это всего лишь отправить наши данные. Соответственно, давайте с вами перейдем немножечко дальше. У нас времени с вами не слишком много. Продюсер запустился, теперь он многопоточно записывает довольно много-много интересных вещей. Сейчас снова мы вернулись в скалу, и в скале мы теперь попробуем испытать мощь уже structure-стриминга, который будет сейчас выгребать непосредственно из Kafka. Конфигурирование чуть-чуть изменилось, но, в принципе, еще все понятно, что происходит. Мы с вами получаем инстанс некоторого приложения, и сейчас настроим источник. В источнику достаточно задать некоторый формат для чтения. Мы говорим, что мы читать будем из Kafka, и благо Kafka у нас поддерживается уже в Spark даже 2.1, и опять же через option задаем некоторый набор конфигураций, простите, настроек, какой кластер, где он лежит, на какой топик мы подписываемся. Понятно, что настроек, там целая портянка, и можно все это намного дольше настраивать. Кроме этого, есть набор выражений, которые, знаете, очень напоминают некоторые такие фреймворки в Java, которые говорят, давайте не будем за SQL ходить в базу данных, у нас сейчас через операторы будет весь SQL. Ну вот здесь вот подобный датасет API, который позволяет, например, задать такой вот смешанный подход. Да, нам нужен select, но если сильно хочется, мы немножечко нативных запросов попишем в качестве преобразования типов, как здесь идут. Почему нужны преобразования типов до сих пор? Дело в чем? Дело в том, что там все превращается в structure streaming, в низкоуровневый бинарный тип, и из этого бинарного типа нужно все доставать. Иногда даже через промежуточные вещи, то есть чтобы оттуда достать число, порой нужны дополнительные ухищрения. Например, пару преобразований типов. Кажется, что это не очень оптимально, но мы чуть позже дойдем до оптимизатора, который сделает это так, а в Spark есть оптимизатор, чтобы нам не было слишком грустно. Опять понеслась какая-то дебажная отладка, ее много, от нее, конечно, хочется избавиться, мы сейчас избавимся. Ой, там промелькнул какой-то квадратичный датасет сейчас, смотрите. У нас поехали какие-то ключи, какие-то value. Это не все, естественно, ключи value, которые пришли в данный момент. Spark structure streaming по умолчанию показывает нам там от топа нуля до топ двадцати. Иногда это действительно случайное количество записей. На самом деле там точно так же стартуют некоторые маленькие джобы, но мы эти джобы совершенно не видим. Эти джобы, про оу, как я говорился-то, гранулярность их немножечко меньше, чем у джоб, которые были в Death Stream. Зачастую они могут переиспользовать одни и те же ресурсы, но это опять же уже некоторые вещи, связанные с оптимизацией Spark уже непосредственно. И здесь мы с вами пока выводим на консоль. К сожалению, не поддерживается такой оператор, как show, который можно было бы сделать на датафреймах, чтобы не подключать какой-то отдельный сток. Соответственно, все это сейчас должно у нас поехать. Видимо, где-то там на фоне компилируется скала непосредственно. А, видимо, уже все скомпилировалось, но мне захотелось повлиять немножечко на, знаете, на то, как часто будут происходить вот эти вот нарезации микробатча. Если мы никак не будем сами через processing time, через определение триггеров это настраивать, то, по сути, там работает некая эвристика, которая говорит, ну что-то в меня давно никто ничего не пишет, давайте-ка я не буду запускать микробатч. То есть есть некоторые трешхолды, которые пока не превышены, ничего не произойдет. Трешхолда 2 – это некоторый тайм-аут и некое количество записей. Если записи, наоборот, много, то structured streaming, наоборот, будет очень часто стартовать, потому что этот порог достаточно маленький. Проще всего самому определять эти такты. Кроме того, подобным образом там сверху были отключены чуть раньше логи, и, соответственно, у нас вывод стал немножечко поприличнее. Вывод продолжает происходить. Естественно, никуда не ушли и замечательные веб-юаи. Однако, веб-юаи у нас лежит немножко на другой вкладке, она называется SQL. Вообще не должно смущать, что многие классы импортируются из пакета SQL. Так, наверное, проще будет дата-аналистам в будущем, чтобы они ходили и радовались, что этот пакет хороший. Иногда есть проблемы с тем, чтобы structure streaming подключить, потому что есть несколько старых плохих веток, в которых это лежало не в этом пакете. Вот знайте, обновляйте пакет SQL, который есть в парке, и будет вам счастье. Кроме того, мы можем сходить и посмотреть, а во что пока на самом верхнем уровне логически превратятся те джобы, которые запускаются, какой план будет. И все это нам начинает напоминать старую добрую работу с базами данных. Помните, там был cost-based, optimizer, анализатор планов, логический план, синтаксическое дерево разбора. Вот здесь все это в спарке присутствует. Мы как будто вернулись в тот самый старый добрый мир. Я даже пытаюсь зайти на вкладочку executors, но я не застал прекрасный момент, когда у меня шел какой-нибудь жирный экзекутор, который бы отожрал много памяти. Ну и есть еще некоторые дополнительные отладочные вкладки, которые позволяют нам ознакомиться с информацией. Соответственно, пока это демо шло, там запустилось еще много-много разных микробатчей. В принципе, если какой-то микробатч отвалится, вы можете не дожидаться чего-то на консоли, а сходить в webUI и посмотреть в более... Ой-ой-ой, начинается новая демо. Посмотреть это в более приличном виде. А мы с вами едем дальше. Ну что ж, некоторую вещь мы с вами уже умеем делать. Мы умеем читать из кавки и выкладывать это все на консоль. Но этого, конечно, мало. Никому не нужно просто доставать что-то из кавки и писать это на консоль. Во-первых, все подрубаются к реал-тайму для того, чтобы агрегировать, изредка сортировать и, конечно, что-нибудь группировать. Для этого нам нужны какие-то операторы, полноценные операторы, напоминающие SQL непосредственно. Нам нужно фильтровать, сортировать, агрегировать, джойнить, конечно же. И если кто-то был на моем докладе про Spark 2 непосредственно на Джокере предыдущем, я там очень жаловался, что с джойнами большая засада была. Дело в том, что во втором Spark джойнов как таковых не было. Вот здесь вот сейчас, в Spark 2.1, джойны есть. Джойны с некоторыми статическими датасетами. То есть за джойнить два стрима до сих пор еще нельзя. И, по-моему, это есть в roadmap, но этого нет пока даже в ночных билдах Spark 2.2. Однако уже со статическим датасетом это работает. Количество неподдерживаемых операций в API будущего все уменьшается, уменьшается. И, конечно же, есть такой оператор как Explain, который тут же позволяет нам быстренько посмотреть, во что же у нас превращается вся наша логика. Недолго мы с вами ожидали следующего демо. Давайте поагрегируем немножечко. Ну, сначала пофильтруем. Для начала мы убедимся, что у нас хотя бы предикаты какие-то простые работают, потому что вот еще полгода назад работали в основном только они. Давайте, например, отфильтруем все записи, поделим их на 10 и оставим только те, которые у нас имеют остаток отделения на 10 – 0. Давайте сейчас это запустим, проверим, что это все действительно работает. Заодно посмотрим потом и на план, который получается непосредственно этого выражения. План, естественно, будет включать уже в Spark включение некой интермидиат-операции дополнительной. Вот представляете, если бы я вам демо не записал, это я еще вырезал некоторые кусочки со стартом. Ну вот мы видим, что у нас value действительно заканчивается на 0. Вы можете все эти примеры потом тоже у себя позапускать, пофильтровать сами в каком хотите виде, но мне фильтров совершенно мало. Я хочу что-нибудь интересное сделать с нашими данными. Напоминаю, у нас пока там ключ значения, и ключей у нас мощность этого множества всего десяточка. Давайте мы обогатим наши данные некоторым статическим датасетом. Вот я люблю обогащать географическими данными чаще всего. Заведем какой-нибудь, это вот позже, так сказать, знакомьтесь, скаловский, так сказать, бедненький класс. Мы заведем в нем всего два поля, это будет некоторый ключ. Ключ практически фейковый, он нам нужен для того, чтобы джойнить два наших датасета, но будут там и страны, это будет Россия, Германия и не влезшая в экран USA. И, соответственно, мы будем джойнить, это будет inner join, не какой-нибудь full outer, такой пока тоже не поддерживается, чтобы все не прибить. Никаких декартовых произведений тем более. Соответственно, мы будем это джойнить пока с нашими профильтрованными данными. То есть у нас как бы есть статический датасет, мы его не кладем никуда в память, он пускай будет опираться на то, что прочитает. Sequence это, по сути, некая аналога Рейлиста. Я просто сразу поясню, наверное, всем все понятно, но мне пришли люди, которые сказали, что это вот ты сделал дома на скале, нам ничего не понятно. Ну, они из вредности это, конечно, сделали. Всем Java-разработчикам все понятно. Каюсь, ровно одно место, в котором я использовал неявные всякие преобразования, потому что мне хотелось, чтобы моя последовательность поддерживала преобразование в датасет. Без этого я не смог бы ничего джойнить. То есть нельзя, конечно, просто произвольный объект начать и вдруг джойнить с нашим стримом. Я объявляю, с каким датасетом я буду джойнить, я говорю, по какому полю. То есть мы будем наше внутреннее соединение делать и, собственно, устремимся. Давайте это начнем делать. Однако, если я буду это делать сразу в таком видео, у меня будут не очень аккуратные названия полей, поэтому я их сразу как-нибудь преобзову на будущее. Вы, думаю, догадываетесь даже на какое будущее, потому что не всегда же мы будем выводить все это на консоль. Итак, там где-то снизу начался уже какой-то беспощадный джойн. Итак, давайте посмотрим. Убедимся, что это все действительно. Мой онлайн-аватар замешкался, но ничего. Сейчас мы с вами посмотрим, скомпилируем, запустим. Самые внимательные замечают, что у меня бежит Spark 2.2 Snapshot. И это тоже накладывает свои ограничения. Каждый раз боишься, что что-нибудь упадет. Поэтому демо тоже записывались в расчете на стабильный Snapshot. Соответственно, мы видим с вами, вот уже первая ласточка с Германией пошла. Понятно, что это опять же не все записи. Не думайте, что у нас только Россия, Джоннис, а остальные страны нет. Вот мы видим еще некоторое количество записей. Ключи мы уже не выводим в данной ситуации. Мы видим, что запись value, которая слева, действительно отфильтрована. То есть результат корректен, нигде ничего не потеряли. Также достаточно полезно было бы глянуть, а во что у нас превратится наш планчик. Действительно, в плане должно появиться что-то новое. И мы видим, что справа появляется как бы новая, проросла новая ветка. У нас происходит некий скан, некой локальной таблицы. Откуда он произошел? Мы эту табличку, по сути, на основе коллекции подняли в памяти, отработали. И даже происходит пересылка данных. Так как у нас очень маленький датасет, то у нас, естественно, применяется broadcast hash join. То есть мы, по сути, берем данные, складываем рядом с большим, неизвестным, неизвестного размера онлайн стримом. И там потихонечку все это джоиним в режиме real-time. Обратите внимание на замечательный подвал. Это, во-первых, логический план, во-первых, оптимизированные логические планы и прочие вещи. Вот если вы постепенно, эволюционно будете развивать свой Spark скрипт, вы увидите, начнете запоминать, что делают отдельные секции, на что стоит обращать внимание. Выводы достаточно подробные. И вот здесь уже заметно на следующей вкладке, какую долю времени занимает отдельная джоба, которая запустилась. Вот когда джобы реальные в продакшене бегут, они занимают, естественно, отнюдь не вот такую вот 0-1 миллисекунду, а целую, может быть, секунду или две. Их, естественно, сотни, десятки и так далее. Также мы поймали уникальный момент. Обратите внимание, экзекьютор отожрал некоторое количество памяти. Ну, к сожалению, всего 41 килобайт. Опять же, нас ничем не удивить. Так, оп, далеко убежали. Но, надеюсь, спойлера еще не было. Соответственно, как это все работает? Так как я обещал, что сожру очень много времени на этом докладе, я не мог не рассказать, как это все работает, потому что работает в высшей степени интересно. Вот у вас есть какой-то датасет. Дальше что происходит? Неважно, каким способом вы его формируете, статическим или динамическим, при помощи, например, реалтайма. У вас есть некоторый логический план, когда вы посмотрели на исходник и те операции, которые к нему применяются. После этого вы на основе логического плана можете выполнить некоторый набор оптимизации. И в Spark команде есть куча ребят, которые занимаются, ну вот они вообще от Big Data далеки, они занимаются тем, что под некоторые перформанс-тесты тюнят оптимизации Spark. Ничего не напоминает? Соответственно, вот есть такие ребята. Также потом генерируется некоторый набор физических планов, хотя иногда, конечно, можно обойтись одним, так как все очень просто и предельно ясно, но их генерируется целая пачка. Выбирается, естественно, один на основе некоторой оценки того, где лежат данные. И вот буквально три дня назад я видел в Твиттере замечательную фичу, которая связана с тем, что будет при выборе плана Cost Base Optimizer учитываться географическое положение данных. То есть пинг до дата-центра и прочие интересные ништяки. Ну вот они не сейчас присутствуют, но вот будут в ближайших фичах. Вот это вот все черное, что есть на экране, называется одним словом планер. Вот он у меня был на предыдущем слайде. Давайте вот это выделим в скобочки, пойдем дальше. И вот именно этот планер, он и запускает эти инкрементальные джобы. То есть не мы сами их отдельно стартуем, описываем логику обработки RDD, а вот этот вот планер делает это за нас. И этот планер делает много чего интересного. То есть когда у нас есть кавка, именно он опрашивает кавку на предмет новых данных. Именно он говорит, что окей, мы берем вот этот вот offset, вот этот вот range точнее, например, с первого по пятый месседж, и в первую инкрементальную джобу пойдут именно эти сообщения. Например, нам нужно подсчитать количество записей и записать это все непосредственно в паркет. Потом он стартует по мере готовности следующую джобу и записывает, например, если это append mode, непосредственно в паркет дальше. Есть другая ситуация, когда нам нужно это, например, как-то сагрегировать. То есть нам нужно постепенно увеличивать наш счетчик. То есть на предыдущей стадии было пять, теперь стало девять. Этот же планер отвечает за выделение, соответственно, блока памяти, в котором мы будем наше состояние сохранять и так далее. Соответственно, небольшой спойлер, небольшая подсказка, которую тоже всем напоминаю. Если вы написали некоторый набор агрегаций и так далее, он вам кажется очень сложным, вы хотите что-то оптимизировать, посмотрите, пожалуйста, на вывод explainer. Чем больше там классных слов с названием там tank stand, hold code against generation и прочие-прочие интересные, странные, не похожие на обычное название операций слов, то это означает, что тем больше оптимизации было применено. Если вы вообще не видите таких слов, значит дело плохо. Или, не знаю, они почему-то не поддерживаются для вашего уникального набора преобразований. Соответственно, я здесь уже упомянул, кажется, о двух режимах вывода. Комплет и аппенд, аутпут моды. Есть еще один третий, но его пока нет, он, знаете, такой мигающий. Он то есть в спарке, то его нет, то он есть в документации, то его нет, то он поддерживается, то нет, поэтому пока не будем о нем говорить. Есть режим, который идет по умолчанию. Он простой, понятный и доступный. По сути, когда у нас очень простые преобразования, типа той же фильтрации, нет сохранения состояния, нам удобно работать в аппенд режиме. Мы просто дописываем результаты обработки очередного батча, последовательно дописываем. И там уже, если захотим, вот с этим набором мини-агрегатов что-то сделаем. Захотим свою агрегацию какую-то сделаем. Захотим в MySQL, в конце концов, выгрузим и дадим каким-то дейт-аналистам. Но есть ситуация, когда аппенд мод совершенно не может работать, и он не поддерживается для этих операций. Это ситуация, когда нам нужна агрегация. По сути, уже готовая таблица агрегатов. То, о чем я говорил с самого начала, то, ради чего все затевалось. Вот комплит мод, сразу говорю, он пока не поддерживается в 100% случаев. Он сложный, разработчики не успевают все имплементировать. Но вот я надеюсь, в течение 2017 года он просто покроет, наверное, все основные кейсы в Spark. Он нужен чаще всего, когда вам нужно каждый раз в результате каждого стриминга отсылать полную таблицу результатов. Ну и вот этот вот апдейт-мод, который еще не появился, его идея, что в мечтах мы будем посылать только те строки, которые были реально затронуты изменениями. Но пока на него не стоит, наверное, обращать серьезного внимания. Буквально последняя минуточка нотации по теории, о чем стоит обратить внимание, если вы будете играться со Spark с Traction Streaming или, более того, понадеетесь на документацию, обратите внимание, что в какой-то момент Spark от вас начнет требовать ватермарки. Что это за ватермарки, если совсем тоже коротко. Обычно это некая страховка Spark от того, чтобы вы сами контролировали некий диапазон окна, некий времен диапазон окна. Для чего это нужно? Предположим, у вас немножечко синхронно и странно прибывают ивенты. И некоторые ивенты, ну, скажем так, задерживаются относительно локального времени вашего сервера. И вы готовы подождать отстающих, ну, например, 5 минут. Но если вы не готовы ждать их там 20-30 минут, вы ставите некую ватермарк, говорите, 5 минут, я еще жду отстающих. Кто прибудет в эти 5 минут относительно того времени окна, которое я прилил? Их еще можно агрегировать. И эти 5 минут состояние будет удерживаться. Вот для чего нужна ватермарк. И для этого она чаще всего и требуется в операциях с агрегацией. То есть люди начинают быстро писать такой код на Spark. Блин, тут нужны ватермарки. Зачем Spark меня требует? Тут нужны. Spark просто хочет, чтобы вы несли пока ответственность за это. Он пока еще не научился за вас нейронными сетями все эти параметры настраивать. Соответственно, если какие-то данные не попали в окно плюс ватермарк, то они отбрасываются. Они уже никак не агрегируются. Немножечко боли. Без боли-то как, да, у нас на докладах? Вот это картинка мечты. Это такой идеальный Spark стриминг 2049 года, наверное, в котором будут поддерживаться все источники и стоки. Но у людей всегда больше пожеланий, потому что должно поддерживаться. И основной накал пул-реквестов, которые шли в Spark в последнее время, это пул-реквесты, которые говорят, да давайте подрубим такой источник, давайте такой. Там не успевают проверяющие, ревьюеры все это проверять. И, соответственно, хочется как можно больше стоков. Вот если с источниками все более-менее неплохо, то есть есть какие-то файлы, там JSON, стримы, кавки и так далее, то со стоками в Spark 2.0 был вообще швах, в Spark 2.1 все было немножко плохо. И основная моя проблема заключалась в том, что там не было кавки. То есть я читаю из кавки и не могу в кавку записать. Вы издеваетесь, мне писать это в какой-нибудь паркет нужно. Ну и я такой, надо написать самому, конечно, пул-реквест. Сел писать, три дня думал, захожу, там уже кто-то прислал. Это такое бывает совпадение в опенсорсе неприятное. Ну, в общем, пришлось воспользоваться ночным белном какого-то другого человека. Но ничего страшного, будем что-нибудь другое делать, правильно? Соответственно, у нас есть разные возможности сохранения из паркета в паркет. Есть даже такая опасная возможность из кавки в память. А можно встретить и на стеку оверфлова еще в некоторых местах людей, которые радостно ликуют. Ой, кажется, Spark предоставил нам in-memory data grid. Там же есть возможность прям стримингом запуливать в память. И здесь бы я сказал, что никакой хазелкас не нужен и прочие вещи не нужны, но вдруг. На самом деле, memory режим, если посмотреть его особенно на его имплементацию, он, как справедливо пишут документации мелким шрифтом, он для отладочных целей. То есть это некоторый датасет, который удерживается в памяти, не особо распределяется в рамках одного экзекьютора. И самое плохое, это те методы, которые предоставляет пока Spark для того, чтобы дожидаться результатов. По сути, вот этот memory режим нужен, когда у вас стриминг в тесте запущен. Вот вы представляете, тест написали на Spark со стримингом. Unit, не знаю, например. Сложно назвать это unit-тестом. Какой-нибудь тест написали, запустили. И вам нужно проверить, что все действительно куда-то легло. И дальше у вас есть какая-то аналитика статическая, которая от этого зависит. Вот тогда memory режим, он для этого подходит. Точно так же, ну если вам, например, не хочется все это распечатывать на консоль, вы, по сути, грузите в некий датасет в памяти, и к нему можете обращаться через Spark SQL, например, или какими-то другими операторами. Ну, соответственно, нам надо писать в кавку. А у нас Spark 2.1 на проде. Что делать? Надо безрассудочно брать ночной билд. Конечно же, ну вот у меня эти приключения начались еще с январских билдов. Там все было очень опасно. Но сейчас дело подходит к релизу Spark 2.2, поэтому ночные билды намного приятнее. В ночных билдах творится невообразимое всегда. У вас могут начать, естественно, падать какие-то ранние вещи, но есть отдельные веточки, отдельные товарищи, после ревью которых ночной билд точно можно взять. Сразу говорю, пока вы переварите, поэкспериментируете, поделаете какие-то вещи, уговорите перейти на structured streaming в продакшене, все уже будет вполне себе оттечено и отрелизено. Поэтому это такой вот шаг вперед немножко. Мы хотим сделать следующее. Мы хотим взять кавку, достать из нее Spark и положить снова в кавку. Но если можно сделать так, то можно сделать еще круче. То есть мы можем зациклиться, можем построить какое-нибудь интересное дерево. То есть помните наш многопоточный продюсер, который во много потоков пишет в кавку. В общем, сейчас надо начать вообще с джавы, да, на самом деле. Вот мы пишем в кавку, в какой-то топик, в какие-то топики. Потом у нас есть какой-то такой первый набор сурового structured streaming, которым мы черпаем непосредственно из кавки. Потом мы пишем в кавку уже агрегированные какие-то результаты, но агрегаты, например, все еще достаточно жирные. И можно себе представить, что у нас много таких агрегатов. Например, вы собираете какую-то аналитику от ваших сервисов, которые развернуты в различных компаниях, к примеру. И вы можете снова это все уже доагрегировать в каком-нибудь следующем инстансе Spark. Тогда и гранулярность экзекьюторов может быть достаточно маленькой. И Spark джобы будут достаточно легковесными, не будет каких-то задержек. Но самое главное, чего можно выиграть вот в такой истории, это, конечно же, можно выиграть, у нас пока не у всех стоит беспаузный garbage collector, можно выиграть на паузах. В реалтайме паузы очень опасные. То есть если мы могли не обращать, в общем-то, внимания на garbage collector, особо не обращать внимания, когда мы работали с бачджобами со Spark, то здесь для нас очень критичная может быть пауза в 1-2 секунды. Поэтому, конечно, чем меньше хип, тем меньше с ним проблем. В этом плане, чем меньше мы будем строить наши джобы, тем проще, естественно, это все будет поднимать, чинить, писать тесты и так далее. В общем, давайте посмотрим пример. Я буду уже использовать заготовки в примеры, по сути, из того, что было раньше. Что у нас здесь будет? Я уже все рассказал. Смотрим внимательно. Буду комментировать по ходу. Смотрите. Итак, изначально мы подписываемся на наш топик messages, который у нас уже был. Мы в него продолжаем писать где-то там на фоне уже 10 миллионов сообщений, может, 100 миллионов отправилось на тот момент. Кому-то, когда я писал демо, у меня там все грохалось уже. Соответственно, мы отдельно, пока вынесем логику, она, опять же, ни на что не повлияет внутренне, но отдельно дойдем до джойна и применим еще некоторые операции, которые мы до этого не применяли. Это касается непосредственно грубая и сортировки. Сортировки уже, естественно, финальных результатов, просто потому, что сортировать исходный поток без предагрегации Spark вам, в принципе, не позволит. Никого еще не спасала глобальная сортировка всех сырых данных. Ну и, собственно, что это могло бы быть? Соответственно, но, тем не менее, те маленькие агрегаты, которые уже получаются в нашей ситуации, или не сильно маленькие, мы уже можем сортировать. Соответственно, давайте это все сгруппируем. То, что к нам пришло, по полю кантри. И все, что вы помните, у нас были пока пары, по сути, некое value и название страны, некие числа. Давайте просто просуммируем весь ряд, который лежит вдоль конкретной страны, в том батче, который приходит, в той инкрементальной джобе. Но не просто просуммируем, обратите внимание, а прибавим этот результат к предыдущему накопленному. То есть у нас должны, если мы будем брать таблички, которые будут получаться, в них должны возрастать результаты. То есть если штатам соответствовал 10 миллионов, на следующей итерации должно быть 12 миллионов, 14 миллионов, 15 миллионов и так далее. И при этом мы хотим еще все сортировать. Вы здесь видите, что происходит много страшных преобразований типов, но моя цель была в примере просто проиллюстрировать богатство IPI, которое есть в Spark. И он не уступает богатству, которое есть в хайбернете. То есть вы можете 50 разными способами выразить, в общем-то, одно и то же. Цель была только в этом. Соответственно, давайте мы обозначим наш врайтер. Сделаем ту сакральную вещь, которая не работает пока в Spark 2.1. То есть мы скажем, что у нас теперь формат записи. Это не консоль, не какой-нибудь паркет. Мы радостно объявим, что это Kafka. Можно что-нибудь другое написать, но Spark ругнется, конечно, если вы напишите там, не знаю, в мой собственный SQL. Кстати, среди приятного, по-моему, я видел в pull-request'ах и вполне себе GDBC, то есть там такой будет сейчас поток коннекторов, который позволит… И кто-то предлагал отдельный Oracle-коннектор для того, чтобы опции отдельно передавать. Ну, не знаю, насколько это оправдано, я вот не знаток Oracle, к сожалению. Но, возможно, для кого-то да, чтобы потом все это красиво. Бизнес интеллиженс, смарт-аналитик, что-нибудь. И в оврайтере мы сконфигурируем, что мы пишем во второй топик. Мы его назвали вторичные мисаги. И, соответственно, здесь будет такой интересный момент. Мы должны указать еще директорию с чекпоинтами. С чекпоинтами вообще веселуха. То есть я очень мало говорил о фолл-толеранс, который нам присутствует в стриминге. Вот если до гитбука дойдут ваши ноги, которые я пишу, там будет тема чуть подробнее раскрыта. Именно директория с чекпоинтами на диске нам позволяет без особых потерь после обвала, не знаю, там, Spark, стриминга, Kafka и еще чего-то. У Kafka, понятно, свои темповые директории, у Spark свои. Нам не терять сообщение. Наша семантика, там, один раз отослал, один раз прочитал, будет соблюдаться. Если вы это все не настроите, ловили однажды интересный баг, хорошо сделали, ребята, чекпоинт, директорию. Но одну, на всех. Там такие интересные фантомные явления стали получаться. Особенно, если вы используете похожие имена таблиц и так далее. Не делайте так никогда. Ну что ж, у нас поехала вся история, но мы не увидим ничего интересного на экране, потому что мы же читаем из Kafka и пишем в Kafka. Но мы запустим вторую Spark Job, вот она сейчас, вот вы видите на экране, которая читает из Secondary Messages, из второго топика. И именно она сейчас будет читать новую инкрементально увеличивающую таблицу. Вот сейчас мы попытаемся захватить взглядом первую табличку. Сейчас я даже, наверное, на паузу нажму. Так, и давай табличка. Пустая, ну что ж, бывает. Это нормально. Вот поехала первая табличка. Ну, запомнили все числа, которые тут идут. Видим, что отсортировано, это важно. Видите, у нас в обратном порядке, по имени страны. То есть, ну, такую табличку грех не отсортировать. Ну, если тут все запомнили, что число-то увеличилось, вы можете потом пересмотреть эти видосики и убедиться, что оно увеличилось. Но я, конечно, вас не обманываю. Просто мне спрашивают, ну как, я же экспериментировал, у меня это не работало. Ну, не тот ночной билл взяли. Соответственно, мы видим, что постепенно с каждым батчем мы благодаря Complete Output Mode получаем новые обновленные результаты. А табличка остается результированной. Все такой же маленькой. Но сколько у нас джоб нагенерировалось, это просто ужас. То есть, нам для того, чтобы запустить стриминг каждый раз, у нас, вот видите, три связанных джобы. Отработывают они достаточно долго. Ресурсов я им выдал мало. Но это финальное завершение джобы, да, там, до записывания в какие-то вещи. А какой там план замечательный, если сейчас на него посмотреть, он стал таким длинным? Во-первых, просто потому, что у нас появилось намного, естественно, больше интересных частей. Здесь вы видите сразу всю статистику по пересылке данных между драйвером, экзекьюторами, которых там у нас уже несколько, в принципе. Вы видите, что сортировка действительно выполнена последней. Ну и ничтоже сумняющийся вполне себе видите. От совершенства человеческой мысли физический план исполнения. Вот уже где-то с этого периода становится очень тяжело читать физические планы исполнения. Я вот предпочитаю вот эти красивые диаграммки, которые лежат сверху. То есть примерно разобраться, что произошло, особенно если нужно что-то джобу отдебажить. И вот если сходить на экзекьютор пейдж, мы увидим вообще что-то небывалое. Мы застали активную таску в период ее, так сказать, обработки данных. Видите, она сожрла у нас целый 131 килобайт. К сожалению, нам не удалось застать какую-нибудь серьезную паузу. Действительно серьезную паузу в этой ситуации. Но поверьте, как только вы начнете все это запускать на проде, со стандартным garbage collector, кстати, с garbage first, вы можете обнаружить не такие уж и маленькие паузы, которые у вас будут. Поэтому с garbage collector придется разбираться отдельно, сразу оговорюсь. Так. И вот здесь мы видим, что у нас действительно запустился лес джоб. Какие-то из них выполнялись долго, какие-то мало. Какие-то имели отношение к нашей первой сложной аналитике. Вот они тут пожирнее будут. В принципе, зафейлась достаточно мало чего-то. И на этом мы наше прекрасное демо прекращаем. Так. И мы вернулись к исходнику. Я понимаю, что уже скушал много времени. Если кто-то хочет идти пить кофе, чай, то это можно сейчас сделать. А я перейду к самому интересному, конечно же, к выводам. Еще слайдов 50. Итак. В ситуации, когда вы не можете найти, вот вы сидите в Spark 2.1, не можете найти какой-то SYNC или SOURCE, чтобы с ним поработать, собственно, на основе чего я и собирался полу-реквестнуться, у вас есть такая замечательная возможность, как свой forEachWriter. Вы можете написать свой собственный, так сказать, сток при помощи вот такого нехитрого использования класса forEachWriter. В нем есть три метода. Open, process, close. Но на вас накладывается полностью ответственность за то, чтобы что-то делать в этих методах. То есть вот здесь вот приведен пример очень простой forEachWriter, который пишет на консоль. Но его неинтересно полу-реквестить. Такое уже в конце концов есть. Соответственно, немножечко, так сказать, мудрости. Я чуть-чуть уже поделился. Это такая мудрость из предпродакшена. Соответственно, будьте осторожны, осторожны, осторожны. Ждите выхода второго, соответственно, Spark. Будьте осторожны с GC-паузами. Будьте осторожны с операциями, которые описаны в документации. Документация у Spark не успевает обновляться согласно тем изменениям, которые выходят. Очень часто видно, что просто скопированы куски из какого-то там Spark, две версии назад. А на самом деле ситуация обстоит иначе. В этой ситуации вам могут помочь, надо, конечно, сказать, мой доклад. На самом деле чтение исходников, потому что он тоже основывается в основном на чтении исходников. Пока у нас нет возможности, но я надеюсь, что скоро появится. Джойнить два настоящих стрима. Вот то-то начнется, когда можно будет уже в онлайне это все делать. Работать с апдейт-модом, фулл-аутер-джойн. Нельзя сделать лимит. Ну, казалось бы, ну вот что? Взять первые 10-20 операций. Ну и сортировать без предагрегации. В целом, надо понимать, что это не просто так. Пока никто не придумал корректного эффектного лимита и сортировки без предагрегации. По reward map, который ожидается, он относится к 2.2 и, как обычно, не вошедшее пойдет в 2.3. У нас появится возможность работы с транзакциями на запись. Вот Kafka Writer, которым я уже пользуюсь непосредственно в примерах. Вот снизу очень вкусную штуку, думаю, вы увидели. Это Tensor Frames. Для тех, кому ну очень хочется уже в онлайне попробовать нейронные сетки, проект активно пилится. И для тех, кому очень нужны графы, Graph Frames вполне уже production ready тоже проект, менее известный. Он пришел на смену старым проектам типа Graph X и так далее. Он позволяет квадратно-гнездовым способом у нас работать со Spark. Смотрите на roadmap. Ну и совершенно в заключение. Вот что вы должны вынести с доклада? Единственную вещь. Вы должны вынести, что мы с вами на этом докладе научились. Я по-русски не могу это перевести, и, наверное, было бы очень сложно. Я умею все эти классные маркетологические слова, скажите вы своему начальнику, коллегам и так далее. Scalable, fault tolerant, real-time pipeline with Spark and Kafka. It's ready for usage, должны вы сказать. Ну, конечно, держа в уме, что еще нет билда 2.2. Соответственно, делюсь ссылками. Вот здесь вот гитбук, который я планирую дописывать в течение этого года. Сразу говорю, здесь есть замечательный гитбук, замечательного поляка на английском языке. Но он больше основан, этот человек следит, сам комитет Spark, следит за документацией. Моя цель была написать в этом гитбуке, скорее, практический опыт, как вот работать, что делать, как настраивать, такой чуть, может быть, ближе к девопсне какой-то. Соответственно, есть исходный код с демо, который сегодня показывался, и более того, там, видосики демок тоже будут доступны. То есть вы, в принципе, все это можете взять, попробовать поиграться, оно все рабочее, пожалуйста. Ну и ссылочки я размещу в этих группах. Презентация доступна, вопросы, соответственно, у нас будут в зоне вопросов. Класс. Алексей, спасибо вам большое.